Продолжение следует... Музыканты, деятели культуры, общественники. Это огромная стопка, не что иное, как протокол собрания. Завтра он поступит в избирком. В инициативную группу, согласно закону о выборах, должны входить, по меньшей мере, 500 участников. Здесь значительно больше фамилий. 668 человек сегодня собрались в Москве, чтобы поддержать выдвижение в кандидаты в президенты Владимира Путина. Страна превратилась из в общем разрушенной совершенно и, прямо скажем, бесперспективной территории действительно в сильное государство суверенное, вызывающее уважение во всем мире, говорит народный артист России, режиссер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров. В России больше четырех социроварен работает, а раньше по пальцам можно было пересчитать, отмечает сыровар Олег Сирота. Точка. Нам чтобы полностью заместить импорт, нужно 6-7 стабильного развития, то есть нам нужен Владимир Владимирович Путин еще на один срок, все. Просто нам нужен Путин. Президент, который любит спорт, уважает спорт, поэтому пришел поддержать сильного президента. «Считаю, что с ним будет страна сильней», добавляет заслуженный тренер России по волейболу Владимир Алик на точка врачей и политики, артисты и военнослужащие, педагоги и артисты. Еще студенты, экологи, волонтеры. Люди разных профессий, из разных регионов страны под общим для каждого из них девизом «Сильный президент», «Сильная Россия». Здесь представители всего нашего общества, говорит заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия», депутат Госдумы РФ Евгений Ревенко. Все люди, которые считают, что стране нужен сильный лидер. Страна не должна упустить этот шанс. Медицина изменилась, продолжает академик РАН, главный врач Буснии. Краевая клиническая больница номер один имени профессора Чаповского Владимир Парханов. «Представьте себе, что Краснодарский край сделал 180 пересадок сердца, всего в нашей больнице сделали больше 700 пересадок, легкие, печень. Мы выбираем сильного харизматичного умного лидера, который имеет гигантский авторитет во всем мире и в стране», — говорит в свою очередь народный артист России Николай Расторгуев. «Уже понимают, что с Россией нельзя разговаривать языком санкций, на Россию нельзя давить», — считает герой России, летчик-космонавт Максим Сураев. И определяющую роль внешней политики играет президент. Владимир Путин уже объявил, что пойдет на выборы, как самовыдвиженец. Таким кандидатом как раз необходимо иметь поддержку в лице инициативной группы. Норма определена законом о выборах. Именно поэтому с каждым участником беседовал нотариус, сверяли паспортные данные и заносили сведения в протокол, чтобы после передать их в Центр избирком. «Считаю своим гражданским долгом быть в инициативной группе, потому что сильный президент, сильная Россия — это то, что сегодня необходимо для нашей страны», — рассуждает член Высшего Совета партии «Единая Россия», председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов. «Точка единственной на сегодняшний день из кандидатов, который понимает, что будущее во много зависит от того, как будут реализованы культурные программы», — убежден актер Андрей Мерзликен. «Необходима культурная мобилизация всей страны». «Единороссы» заявили, что помогут в сборе подписей избирателей. Самовыдвиженцу их положено собрать минимум 300 тысяч. О поддержке Владимира Путина также заявила партия «Справедливая Россия». Теперь осталось дождаться, когда сам кандидат придет подавать документы в избирком. Прием заявлений — до 7 января. Субтитры создавал DimaTorzok